9 мая вся страна отметила 75-летний юбилей Победы. К сожалению, ограничительные меры не позволили всем вместе встретить праздник, но объединяющих событий было немало. О том, как Лабытнанги отметили День Победы, расскажет Ирина Волокитина. 9 мая в Лабытнанге выдалась теплым и солнечным. Особую атмосферу праздника создавала звучащая на улицах музыка, развивающиеся флаги, яркие архитектурные сооружения и, конечно же, трепетное пламя вечного огня, который по традиции зажгли на Площади Победы. Для меня это священный праздник, действительно. Единственный праздник, который со слезами на глазах проходит, потому что мои родители дети сразу после военных лет. Дедушка у меня прошел войну, концлагеря. И для меня это папа военный бывший, а я воспитывалась именно на подвигах этих наших людей. Праздник этот для всей семьи, для всей страны важен. И никогда, я говорю, никакой коронавирус нас не победит. В нашем народе настолько сильна эта память, что ничем, мне кажется, не убить ее. Особенные чувства трепета, восторженности, гордости. И праздника сегодня я испытала, проснувшись утром, и погода этому способствовала, потому что значимость этого дня переоценить в истории всего человечества очень сложно. У главы города была особая миссия. Вместе с председателем городской думы Евгением Зуйковым она посещала ветеранов на дому, поздравляла их с праздником и дарила подарки от губернаторов Ямала и Тюменской области. Сегодня позвольте от лица всех лабытнанцев, от органов исполнительной власти, представительного органа местного самоуправления поздравить вас с юбилейным Днем Победы, с 75-летием. Низко поклониться вам за все то созидание, которое было сделано вашими руками и вашей душой в восстановлении мирной страны и в сохранении памяти в отношении истинных героев нашего Отечества. Слезы радости, чувство вот этой гордости за свою страну, за всех за нас. Я говорю, особенно Ямал. Ну посмотрите, как не гордиться нам. Столько внимания к нам. Участники войны со слезами на глазах благодарили Марину Трескову за внимание и заботу. Отполненный чувств вместе с ней пели песни военных лет. Это День Победы, в горах, в окромах, это праздник с сединою на весах, это радость со слезами на глазах. День Победы, День Победы, День Победы. Главная песня «День Победы» в Лабытнанге звучала много раз. Она была основным номером концертной программы фронтовой бригады. Артисты городского Дома культуры, одетые в форму прошлых лет, на украшенном автомобиле разъезжали по дворам, где живут представители поколений Победы, и исполняли для них свои лучшие номера. Ветераны слушали концерт, не выходя из дома, а Иван Александрович Путилин из больничной палаты. Невзирая на свое самочувствие и преклонный возраст, он с гордостью надел праздничный пиджак с орденами и медалями, демонстрируя всему миру, что бывший фронтовик по-прежнему в строю. Дни и ночи у мартеновских печей Не смыкала наша Родина очей. Дни и ночи битву трудную вели, Этот день мы приближали как могли. Военные песни объединяли лабытнанцев и их большим чувством гордости за доблестные подвиги своих предков. Артистов фронтовой бригады благодарили не только ветераны их близкие, но и простые жители близлежащих домов, которые слушали их из окон и лоджий. Мы открыли окно, мы такие были радостные, сразу какое-то такое позитивное настроение. Мы подпевали эти песни, потому что военные песни, ну, все знают, правда же, потому что они всем нам знакомы. И мы еще то поколение, что мы эти все песни знаем про войну. И очень приятно, что все это мы помним, чтим, гордимся нашими дедами. В этот день не обошлось и без знаменитой солдатской каши, символа военной весны. Волонтеры Победы развезли полсотни порций. Также они вручали участникам войны подарочные наборы, предоставленные в знак почтения признательности лабытнанскими предпринимателями. Горожане старались быть максимально заботливыми и внимательными к представителям поколений победителей. А дань памяти павшим отдали минуты молчания. В память о тех, кто не вернулся с полей сражений, горожане в вечернее время зажгли фонарики Победы. Ирина Волокитина, программа «Время местное». Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова